Сегодня я хочу познакомить вас со своим сыном. Когда начинается подростковый возраст и можно ли как-то к нему подготовиться? Есть всего лишь три пункта, как воспитывать детей. Я слишком была жесткой. Мама орет, когда злится. Ребенка так воспитывают, запугивают, не понимают, часто ругают. Безусловно, я к нему не прислушивалась. Сначала разговаривайте с мужем, с отцом, с отчимом, с ним нужно говорить. Именно в этот момент мы со Спартаком стали, ну, можно сказать, лучшими друзьями. Да. Мама! О, yeah! Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас со своим сыном. Вы чуть-чуть его видели в серии про спорт. Если вы не видели эту серию, обязательно посмотрите. Это мой спортсмен. Мой старший сын, его зовут Спартак. Ему 12 лет, совсем скоро будет 13. Это уже подросток. Ну, слушай, да я бы в первой серии быть год, и точно так же. А потом через год за уши не оттянешь. Будет говорить, мама, возьми мне в кадр. Ты вообще-то еще год не снимаешь. Еще год не снимаю. Спасибо, Сноук. Сегодня у нас интересная серия о воспитании подростков. Перед тем, как мы перейдем к заумной части, общению с психологом, будем разбирать это все с научной точки зрения, мы хотим сыграть веселую игру «Насколько хорошо я знаю своего сына». Блин, засада, нет? Спартак заранее ответил на все вопросы, и ответы на них лежат здесь. Сейчас Мартина будет задавать эти вопросы, а я буду на них пытаться ответить. Первый вопрос. Да. Любимый спорт Спартака? Спартака. Футбол. Футбол. Футбол, конечно, футбол. Я знаю, что Спартак обожает. Мы буквально вчера купили новые бутсы Найка, какие-то суперкрутые. Завтра ждем еще одни новые бутсы Адидас. Найк. А, еще одни Найк? Я как никто лучше знаю, что он любит футбол. Какой твой любимый предмет в школе? Физкульптор. Труды? А, пизра! Да, пизра отлично, суперкласс. Я немного знаю своего сына. Но труды я сказала, потому что вечно у него 1050 скапок. И я говорю, откуда у тебя все это на руках? Он говорит, на трудах там что-то мастерил. Поэтому труды он тоже любит. А самый нелюбимый, который ты прям терпеть не можешь? Украинский язык. Терпеть не может? Украинская мова? Что? Украинский язык, да! У нас реально засада с украинским языком. У нас очень плохие отметки. Ну, ничего страшного. Восемь. А, восемь? О, волочинка, моя умница. У нас очень нормальные оценки по концу. Хорошо знает. Твоя любимая прям лида? Самая любимая? Наверное, суши. Не пельмени. Не пельмени? Я просто знаю, что он любит пельмени. Тогда суши. Потому что раз в неделю у нас доставка суши. Раз в неделю у нас доставка суши по праздничным дням. Ну, в смысле, день, когда мы выбираем, что будем ужинать вместе все. Вот. У нас обязательно доставка суши. Это всегда восемь суши с лососем. Лосось, пожалуйста, не тонко. Я заказываю для детей. А то, что ты терпеть не можешь? Рыба. Подожди, подожди, подожди. Суп? Нет. Это не вареники. Салат? Винекрет? Огурец? Зош? Ты только знала. А, ты не любишь рыбу, да. Тама любит рыбу, ты не любишь. Они такие разные, да, действительно. Любимый блогер Спартака? Мама. Рыжок. Мама. Да. Мама. И он всегда спрашивает перед сном. Мам, ну что, сколько у тебя там подписчиков? Так что подписывайтесь на мой канал. Это важно не только для меня, а и для моего сна. Я это два раза спросил. Два раза за вечер ты это спросил? Два раза за месяц. Нет. Какая у тебя любимая машина? А марка автомобиля? Наверное, Мерседес. Я даже могу сказать цвет и комплектацию. Наверное, ты все-таки гелик. Мерседес, G-класс, потому что я купила этот автомобиль, потому что его очень любит мой старший сын. И я его спрашивала. Сынок, какое авто берем следующее? Любимый цвет? Черный. Красный? Серьезно? А почему мы покупаем тебе все черное? Как зовут лучшего друга? Леша. Леша? Ну, Леха-то я знаю. Мы с ним проводим время вместе очень много. Решаем онлайн-кроссворды. Ребята созваниваются, и мы на громкой связи решаем кроссворды. Это очень увлекательно. Леша, привет. Как зовут любовь? Спартак не сказал. Саша. Он маму любит. Любимая страна Спартака? Арабские Эмираты. Ну, я думаю, что больше всего тебя впечатлили Мальдивы, потому что мы там занимались дайвингом. Или Турция, потому что там все all inclusive. Дубай. Дубай? А чего мы сейчас не полетели в таком случае? Как мало злится? Плохо. Ну, кричит. Ну, можно и так сказать. Что там? Мама орет, когда злится. Что больше всего любит делать с мамой Спартака? Со мной? Да. Селфи снимать. Шучу. Он это ненавидит. Ну, сынок, ну можно я тебя сниму? Нет. Кстати, я спрашиваю разрешение у своих детей, если можно их снимать. Как сегодня Спартак согласился? Она не спрашивала. Я тебя попросила. Вот ты хрюха. А я мог сказать нет? Нет. Нет. Но в раннем возрасте мы всегда рисовали. А сейчас мы валяемся, смотрим фильмы. Но больше всего самое классное наше времяпровождение, это безусловно в путешествиях. Потому что мы всегда постигаем для себя что-то новое. Вот как на Мальдивах мы открыли для себя дайвинг. И мне кажется, это то, что нас теперь объединяет. Путешествовать с мамой. Что мама запрещает? Ну, а сладкого есть. Мама запрещает. Понятное дело. Сидеть в компе допоздна. Есть сладкое. Я нас все не вспомнила. Смотреть дебильные сериалы. Ну, хоть что-то угадала. О, я. На свой канал с огромным удовольствием я приглашаю тех людей, с которыми действительно имела опыт общаться. И они повлияли на мою жизнь, изменили в лучшую сторону. Сегодня у меня в гостях Юлия Поливода. Очень счастлива вас здесь видеть. Взаимно, Наташенька. Я очень рада вас видеть. Здравствуйте. С Юлей мы познакомились три года назад, когда я пришла к Юле с запросом помочь мне наладить общение с сыном. Как мы уже потом узнали, я слишком была жесткой в воспитании своих мальчиков. Мне казалось, что это достаточно правильно. И после общения с Юлей я стала их лучшим другом. Я запомнила, как вы называли своего сына Персик. Мой Персик. Вот почему-то так запомнилось. Это было так нежно и ласково. И ваш несколько директивный такой подход. Потому что я помню мальчика, когда вы вышли, он расслаблялся. Когда вы появлялись, он сидел таким зайчиком, потому что мама. Даже ваша осанка как бы предполагала его поведение выровняться. И тем не менее, тогда это были отношения двух соперников. В моем общении со Спартаком сейчас это не прослеживается. Он не выровнялся, когда я зашла? Нет. Нет, хорошо. Супер. Вот это самое главное. Ну вот, поэтому я вас очень рада видеть. Прекрасно. Мы хотим договориться с нашим ребенком, сыном, дочкой. Мы хотим понять, что происходит внутри. И мы хотим это сделать быстро. Детьми так не получится. Самая длительная терапия обычно происходит, когда приводят подростков с колоссальным внутренним конфликтом, потому что подросток никогда не будет вести себя каким-то неадекватным образом или не будет противопоставлять себя родителям, если у него внутри все в порядке. Это факт. Так вот, в момент зачатия родители должны, очень я люблю это слово «должны». Знаете, вот мне кажется, сейчас очень актуально говорить, никто никому не должен, вы же психотерапевт, что значит должен? В данном случае мы должны своим детям, они нас не просили появиться на этот свет. Мы решили получить удовольствие или там каким-то другим способом. И дети появляются с определенным набором данных. Ребенок появляется практически готовой вселенной. Что делают потом родители? Они начинают разрушать эту вселенную. Не все, но многие для того, чтобы дать, навязать, порекомендовать или воспитать новый стиль поведения, абсолютно не понимая, кто родился. И действительно, весь этот процесс начинается с первой секунды зачатия. Вы знаете, американцы, опять же, американская академия доказала, были проведены эмпирические исследования, что если ребенка не хотели, особенно если не хотела мама, то есть такая вертебрально-базилярная недостаточность. Это как бы такой сложный термин. На самом деле это достаточно проблемное заваливание, недостаточность мозгового кровообращения. И мы имеем потом и когнитивное расстройство, и некие проблемы с поведением, и страдает эмоциональная сфера. То есть если ребенка зачинают не в желании, может проявиться. Ну подожди, а если это просто ситуация, вот у меня два спонтанных сына, я не то что их не хотела, но я их и не планировала. То есть теперь мы занимаемся сексом что, более осознанно? Каждый раз нужно взрывать. Мы занимаемся сексом более осознанно. Наташа, вы только что сказали. Абсолютно уникальные, новые, я бы сказала, в новой парадигме слова. Мы занимаемся сексом осознанно, потому что природа предполагает, что женщина всегда хочет ребенка. Поэтому возвращаемся, я держу нить повествование, возвращаемся к нашему подростковому возрасту. В общем, начинать нужно с первого вздоха или с первого полового акта. Уж вы простите, из песни слов не выбросишь. Хорошо, берем модель, что ребенка хотели, он родился в полноценной семье, счастливой. Вот он развивается, растет. И как понять, что необходимо этой вселенной так, чтобы не травмировать? Есть очень четкий алгоритм, который, в общем-то, давно используется в узких кругах. Я бы так сказала. Первое, вот даже когда я лечу ребенка или подростка с депрессией, для меня или взрослого человека не имеет значения. Детская депрессия. А она есть, и она начинается в любом возрасте. Я на сегодняшний день наблюдаю. И в пять лет, потому что я объясню, когда формируется, скажем так, негативизм, пессимизм. Он формируется в первый год жизни. Можете себе представить, оптимист или пессимист будет этот человек? Это формируется в первый год жизни. Родители могут повлиять? А как же? Если не влияют родители, потом влияют такие люди, как я, или, в общем, ребенок, уже будучи взрослым, потом проявляет себя. Итак, есть алгоритм. Первое, это насколько у этого ребенка будет ресурс жизненных сил или так называемый бюджет тела. Сейчас это очень актуальная терминология. Я определяю ресурсность, болевой порог, то есть насколько этот ребенок боится боли. Потому что любое воспитание, это воспитание не только сознания, это и воспитание тела. Если мы будем воспитывать, а тело будет отвергать, не принимать такой стиль воспитания, ничего не получится, будет катастрофический конфликт внутри ребенка. Поэтому ресурс, болевой порог и так называемый нейротизм. Вот смотрите, когда-то очень популярно было делить людей на экстравертов и интровертов. Экстраверсивный ребенок, это ребенок, которому скажет, а ну, Коленька, выйди, спой про елочку. Да на ура. И есть интровертивные личности, личности с направленностью интровертивные. Эти люди, дети, а потом взрослые люди, всегда будут уставать в обществе, потому что они получают энергию. Причем это абсолютно доказано. Это доказано на специальных эквипментах медицинских. То есть когда одевают энцефалографы, определяют, как ведет себя мозг, насколько человек себя чувствует, какой у него уровень гипервентиляции, насколько он тревожен. Так вот, он получает энергию только от своих ощущений, от эмоций, то есть от себя и от природы. Вот это я. Природа всегда дает. Такому ребенку заставить его, а ну, иди в детском садике, продемонстрируй, как ты танцуешь, поешь, декламируешь, давай ты пойдешь в школу и будешь там лидером, это катастрофа. Хочу сразу сказать, что нельзя ставить крест на ребенке с интроверсией. Просто к нему нужен абсолютно другой подход. Этот подход, да. Люди, все мы с вами, для того, чтобы выжить и быть успешными, точно должны знать, откуда мы черпаем энергию. Если вы дадите ребенку понимание, где он будет заправлять свой бензин, все, вопрос решен. То есть получается, если ребенку нравится наедине с собой, в данном случае это вот как раз про моего Спартака, ему нравится наедине с собой, он любит свою комнату, он уходит туда, любит, чтобы к нему стучались, когда заходили, и он в прекрасном настроении. Когда я ему говорю, сходи там в школе, вон ярмарка, давай, давай, он портится настроение, он не хочет быть даже со своими лидерскими качествами, ему нравится быть первым, но он требовательен к себе, но ему, допустим, не нравится привлекать на себя общественное внимание. И второй ребенок у меня, Тамерлан, который поет в фабрике звезд, танцует в бойсбенде, вокал, какие-то кружки, постоянный он везде ведущий. Ну, то есть совершенная противоположность, потому что ему просто необходимо. То есть я, получается, не заставляю Тамерлана сидеть на месте и типа там вот иди, ну он тяжело делает, как вы сказали, подделки или что-то на чем-то концентрируется, ему надо вот общение. И не заставляю Спартака, соответственно, не ломать. Правильно я говорю? Не ломать. Это бессмысленно, потому что слом человека в его реальном ресурсном состоянии – это конец. Но если вы будете очень мягко и правильно подводить Спартака к тому, что ты толковый парень, ты, пожалуйста, наберись своих сил, да, то, чтобы у тебя было от полноты. Выходи в люди и, в общем, осознавай, дружи, потому что никто не сможет без социума. Я хотела спросить, все-таки у этой прекрасной вселенной наших детей есть два родителя. И линии поведения, да, или линии воспитания часто расходятся, что даже мама не может договориться с отцом, что вот не дави на нашего сына или на нашу дочь, не требуй от нее. Если, допустим, отец спортсмен, да, ну вот он там боксер или там пловец, и он вот говорит своему сыну, я в 7 лет уже по 5 часов был на тренировке, а ты там, вот такое вот давление на детей. Как с этим справиться, как донести мужчинам, что наши дети, вот этого поколения, что они очень сенситив, чувствительные, что сейчас другое время. Сейчас же дети совершенно другие. Значит, смотрите, есть три типа воспитания, это как раз то, о чем вы говорили. Есть надежный тип воспитания. Это когда родители понятны своему ребенку, родители стабильны, мама и папа гнут одну линию. Даже если они наказывают ребенка за что-то, потому что варианты взаимодействия с ребенком могут быть наказывать не значит бить. Наказывать это значит выражать свое неудовольствие тем или иным поступком, но они действуют в унисон. Ребенку понятно, ребенок спокойно, это называется надежный тип воспитания, здесь ничего не меняется. Я понимаю. Хочу вам сразу сказать, что происходит с людьми во взрослом возрасте, у которых родители формировали и проявляли надежный тип воспитания. Эти люди легко расходятся с надоевшими партнерами. Эти люди не попадают в невротическую зависимость. Эти люди не цепляются зубами за щиколотку или за трусы. Особенно женщины иногда попадают в такую зависимость. Ну, переплакала месяц, да и ладно, и хватит с него. Следующий появится. Точно так же и у мужчины. То есть они способны выдерживать одиночество какое-то время. Есть второй тип. Идем дальше. Есть второй тип. Амбивалентный. Двойственный. Вы знаете, я не могу не рассказать. Очень коротко. Люди любят примеры. У меня когда-то была пара, я консультировала по скайпу. В Америку уже было не долететь. Он в Солл-стрит. Очень серьезный мужчина. Она, говорящий на английском, она наша украинка. Абсолютно гениальный мальчик. Но папа и мама настолько по-разному. Просто, я бы сказала, зажали этого ребенка между Сциллой и Харибдой, как вот в той мифологии, что у ребенка начались панические атаки. Естественно, американские психиатры мгновенно установили ADD и уже собирались назначать психокорректоры. Я разговариваю с папой. Он мне говорит, я даю вам неделю, чтобы вы решили вопрос с моим сыном. Это именно вот в такой манере было. Смысл в том, что я начала рекомендовать маме, каким образом не конфликтовать с одной стороны с папой, с другой стороны адаптировать ребенка под какую-то общую политику, определяя в седьме традиции и ритуалы по-новому. Звучит это несколько хаотично, но смысл в том, что нельзя противопоставлять свою политику, даже жесткой политике отца. Нужно будет договариваться. То есть сначала нужно работать не с сыном, а с отцом, у которого есть идеи, он будет таким же, как я. Ну, в общем, история закончилась хорошо. Лекарства не назначали, папа успокоился, даже приглашал меня туда в гости, потому что с мальчиком все получилось. Поэтому, как разговаривать с ребенком, как помогать ребенку, сначала разговаривайте с мужем, с отцом, с отчимом, с ним нужно говорить. То есть нужно объяснить, ты хочешь сделать из парня боксера, окей, но давай мы с тобой договоримся, каким путем мы это сделаем. То есть, скорее всего, если мы сейчас пережмем, ребенок будет болен, ты будешь работать на его лекарства и на его врачей. Он будет боксером, но другим путем. И на этом пути папа начинает постепенно понимать, что, может быть, лучше быть хорошим художником, ботаником, музыкантом, чем боксером. Это все равно очень, так сказать, похвально. То есть ребенок все равно станет лидером, но в другом направлении. Мы обсудили первый, второй тип воспитания, а какой же третий? А третий – избегание. Избегающий тип поведения, дорогие друзья, это когда мама рожает первого, второго, третьего ребенка или только первого. Ей не до него. Нанимается няня, гувернантки. И мама только раз в день платье или мальчику там бабочку. Ну, то есть холодность родителей, отсутствие любви, отсутствие близости. Дети считывают энергетику родителей без всяких слов. Это не путать, пожалуйста, с тем, что даже если вы работающая мама, и у вас вот эти вот несколько минут, 30 минут в день, но качественного, теплого, классного душа-в-душу времени, правильно? Безусловно, я об этом сказала. Я потому что начала прочесть, такая, о боже мой, это же я, я на работе с утра до вечера. Нет, нет, это когда в душе родитель холоден, ребенок по большому счету ему был не нужен, ребенок мешает, мама занимается только карьерой, особенно если это невротичная мама. Мы знаем миллион примеров вот красивых творческих женщин, у которых, к сожалению, не складывались отношения с детьми. У меня прямо сейчас куча имен, особенно с шоу-бизнеса. Да, вот, шоу-бизнес, то есть это когда не нужен ребенок, случайный ребенок, и ребенок чувствует, это просто катастрофа. Как мы можем быть надежными для своих детей? Есть всего лишь три пункта, как воспитывать детей, всего лишь три, больше ничего не надо. Первое, это недопущение патологических черт характера. Если мы видим, что у ребенка явно намечается истероидный тип, не создавайте ситуации, условий, когда ребенок будет истерить. Можно воспитывать до 12-14 лет, то есть вот ранний пубертат, средний пубертат, поезд ушел. Просто нужно смотреть, чему не надо давать ход, что нужно как-то, ну, понемногу нивелировать и компенсировать другим. Следующее, до 12 лет, до 11 лет, скажем так, это сила двух З, забота и защита. Разделяется папа и мама, бабушка и дедушка, или заменяющие их лица. Кто-то заботится, кто-то защищает. И там идет безусловная любовь к ребенку. Кто-то должен принимать ребенка безусловно. Иначе у ребенка не будет сил и не будет, самое главное, базового доверия к миру. Но это с первого дня жизни. А потом идет поддержка и понимание. Там, где поддержка, идет все та же безусловное принятие, все та же безусловная любовь. Там, где понимание, идет уже уважение. Ребенка надо уважать. Если мама и папа транслируют ребенку, что они его понимают, потому что ребенок сам себя не может понять. Иногда ребенок падает на пол, орет благим матом. И ребенку важно не то, чтобы его пожалели, это вторично, чтобы его поняли, чего он орет. А для того, чтобы понять ребенка, нужно понимать, с кем мы имеем дело. Что у него, что может быть как-то ассоциативно его что-то напугало, что-то болит, или у него очередной раз какой-то внутренний конфликт. Обычно говорят, но капризничают, глянь на этого невоспитного мальчика. Дети не бывают постоянно капризничающими. Да, бывает так, что ребенка в семье научили выбивать свое. Вот просто выбивать. И тогда он будет орать круглосуточно. Это мы разделились, да, допустим, сели с отцом детей и сказали, я забота, ты защита, я поддержка, ты понимание. Прекрасно. Все, и дальше в унисон, вдвоем, как два умных человека, не допускаете развития патологических черт. Вот смотрите, у меня дочь, она у меня сейчас уже взрослая, она была патологически жадным ребенком. То есть когда ей кто-то приносил, это было вот так. Причем она была такая у меня в теле, потом она похудела. Я решила вопрос радикально. Я не дарила на день рождения деньги. Как-то у нас всегда было принято, что она покупала себе все сама. Я изымала сумму, мы шли раздавать нищим. То есть в данном случае это не реклама моей благотворительности, это четкое мое понимание, что ребенок должен уметь делиться. Покупали у бабушек цветы, укроп, настурцию или алоэ. И вы знаете, на сегодняшний день я не знаю более щедрого человека. У меня мурашки по коже. Это можно решить. Я объясняла ей, почему это надо, потому что без взаимодействия счастья не будет. Для ребенка это, я так понимаю, огромнейший стресс. Это нужно было не просто объяснить, а объяснить настолько, чтобы не вырвать у нее из рук и отдать там кому-то, а чтобы она сама сделала вот это вот движение. Я понимала, что обязательно за этим должно быть какое-то поощрение. Обязательно. Потому что еще один принцип воспитания – это положительное подкрепление хороших поступков и отрицательное подкрепление негативных поступков. Все настолько элементарно. За все то, что она делала хорошее, ее поощряли теми же деньгами. Только что-то было еще более качественное, что если ты легко отдашь бабушке, то в твоей жизни произойдет чудо. Ты хотела вот ту коляску, так вот сосед Петя, Коля, Вася, который, конечно, ни сном, ни духом, завтра подарит, ты увидишь, ты будешь идти на улицу, он скажет, Яна, да ты лучшая девочка на свете. Мне кажется... Здесь у меня бизнес-жилка. Так я бы так раздавала, что все остальное будет получаться. На самом деле... Дети же хитрые. Безусловно, и манипулятивные. Просто это должно быть нечасто. А, окей. Раз в полгода. Потом, когда она стала старше, и нужно было делиться, я говорила ей, рассказывала ей о циркуляции, атмосфере, о том, что в твоей жизни будут происходить чудеса. Ты отдай вот тут, и ты обязательно получишь из другого источника. Так оно и получалось. То есть потом уже, как говорится, сама Вселенная начинала подкреплять. Хорошо. Юля, я предлагаю пройтись все-таки вот от момента зачатия. Самое интересное, на мой взгляд. От момента зачатия. И идем дальше, дальше, дальше. Дальше вот по возрасту. Первый год жизни чрезвычайно важен. Вот когда я родила Яночку, мне мама подсовывала Спока, я ей говорила, знаешь, ты пойди повесь в туалете. Бумага не подходит. Пардон, потому что Спок писал, не берите ребенка на руки, вы его залюбите, закачаете. Он должен, так сказать, он пришел в этот мир и должен быть самостоятельным. Друзья мои, в первый год жизни ребенка нужно прижимать. Если мамы нет, тогда няня. Кто-то должен давать ему тепло, он должен чувствовать тепло тела. То есть он должен чувствовать безопасность. Первый год жизни, либо ребенок чувствует себя в безопасности, и у него есть так называемое базальное или базовое доверие к миру, то есть он приходит в этот мир, этот мир его. Либо он этого не чувствует. Детки из интернатов, из детдомов, из домов малютки, они кричат к ним, никто не подходит. Представляете, какой это панический страх, потому что ребенок, это же конец жизни. Если его не накормят, он погибнет. Здесь формируется базовое недоверие, и там оптимизм, здесь пессимизм. Так, первая инструкция уже получена. Мы много-много-много-много обнимаем и прижимаем своих персиков к себе. Своих персиков. Еще очень важный момент. Сейчас все говорят об эмоциональном интеллекте. Мы научаемся эмоциональному интеллекту, до года и 8-2 все, поезд ушел. Дальше только мы уже можем нарабатывать, прорабатывать. Ребенок, который не научился сличать, считывать с лица матери, отца, людей, которые его окружают, правильные эмоции. То есть, например, если в этом возрасте мама любит ребенка, но делает лицо, как у саблезубого тигра, ничего хорошего у этого ребенка не получит. Не кривляться, да, значит? Да, мама может быть уставшая, или у нее болит голова или живот, и она не может улыбаться. Тогда она должна сказать, солнышко, я так себя плохо чувствую. И ребенок будет чувствовать и понимать. Итак, у нас есть младенческий возраст, потом с года до трех. Здесь основная ведущая деятельность предметная. Вот как раз в этом возрасте ребенок становится либо автономным, это очень важно, с года до трех ребенок становится самостоятельным, автономным, либо зависимым, где у которого проявляется уже и стыд, и агрессия, и вина. Представляете, вот мы сейчас много говорим, что мы страдаем от того, что у нас стыд непонятно вообще откуда взялся, что мы виноваты перед всеми, и что у нас есть внутренняя агрессия, которую мы должны либо подавить, либо в общем как-то ее там правильно адаптировать под ситуацию. И все потом задают вопрос, когда же это вообще она у меня появилась. Друзья мои, с года до трех. ребенка так воспитывают, запугивают, не понимают, часто ругают, амбивалентный тип воспитания, ребенок не может понять, что от него хотят. Что очень важно в этом возрасте, ребенку нужно давать, играть что-то в руки. Уберите у него из рук планшет, дайте ему, я не знаю, цветы, шары, он должен ощупывать ткани, он должен ходить на улицу, рыться в песке, потому что вот здесь у нас огромное количество... Смутируют за пески обычные, ааа, не трогай песок, руки будут грязные. Все, что строить, чинить, хватать, вот это вот предмет найти чрезвычайно важно. Потом идет дошкольный возраст, это с трех до шести. Значит, здесь тоже ведущая деятельность, это игра, то есть там предметная игра, пасочки и так далее, а здесь игра, игровые, вот я как раз свою Яну в игровом контексте учила быть нежадной. И в этом возрасте с трех до шести развивается способность ребенка быть уникальным. Все. Если в этом возрасте ребенок не почувствует себя гением, уникальным, вдохновленным, творческим, из него получится, ну, строитель, ну, в смысле, кирпичик к кирпичику. Уже то, что там вырастает, потом очень сложно дорасти. Ну, это получается задача родителей, да, просто... А как же? Ну, это нужно говорить, что ты у меня такой уникальный, ты такой развитый, или что, или искать в нем... Это нужно находить в ребенке, все. А к чему же ему нужно предлагать все? И если ребенок не хочет заниматься гербарем, да, а хочет заниматься спортом, елки-палки, дайте ему возможность гонять мяч. Следующий возраст, с шести до одиннадцать, это главный возраст в жизни каждого человека. Да, вот тогда мы с вами и познакомились. Главный возраст, главный возраст, то есть это так называемая младшая школа, ранний пубертат. Ведущая деятельность это учеба, то есть вот как ребенок учится учиться. Послушайте, ну, школа, это же дело относительное, тут же все зависит от учителей, от программы, сейчас вообще непонятно что. Но ребенка нужно научить учиться, иногда и экстерном. Самое главное, что закладывается в этом возрасте, самооценка. «Я красивый или некрасивый?» И комплекс неполноценностей. Кто виноват? Виноваты родители и школьные неврозы. Действия родителей. Действия родителей. Следить за ребенком и понимать, насколько он себя принимает, как хорошо он себя чувствует в своем теле, в своем окружении, в своем поле, в конце концов, да, то есть как, насколько он вообще себя воспринимает, как он себя ценит, как он себя оценивает. Потому что дети помешаны на внешности. Послушайте, я помню себя. Это чрезвычайно важно. Юль, какие звоночки должны считать родители, что что-то идет не так? Вот я по своему сыну помню, по Спартаку старшему, вот в определенном возрасте он часто интересовался, если он вырастет красивый, если он сейчас красивый. Безусловно, я к нему не прислушивалась. В тот момент я его стригла под насадку каждый раз, под ноль, как бы мне казалось, что это ему очень удобно. И только совсем недавно я на самом деле была ошарашена. Я услышала, что мой сын, оказывается, давно мечтает носить длинную стрижку. Ну, то есть не длинную стрижку, а в смысле стричься модельно и как-то там отращивать волосы. Внешность – это наш ресурс, это наш колоссальный источник энергии. Я говорю не о классической красоте, «Боже, меня упаси!» Я говорю о том, чтобы ребенок принимал свою внешность. Ему хочется какой-то определенной одежды, определенной стрижки, определенной манеры поведения, в конце концов, даже принадлежность к какой-то субгруппе. Если ребенок начинает как-то сложно воспринимать свою внешность, чем это проявляется? Попытка ее изменить сильно, попытка что-то спрятать, там надвигается шапка на глаза, или там есть ли какие-то высыпания на коже, то есть попытка защитить себя от непринятия своей внешности. Ну и, конечно, если это вербально, я уродина, я толстая, или там я слишком худая, или я никому не нравлюсь. Есть второй вариант, это когда от противного, мне на всех наплевать. То есть ребенок усиливает свои какие-то не самые выгодные элементы внешности. прислушивайтесь к своему ребенку, следите за тем, что ему нравится, обязательно спрашивайте, пусть он дает обратную связь. Вот это тебе идет, вот это тебе нравится. У каждой девочки, у каждого мальчика в определенном возрасте есть достоинства и недостатки. Не надо напоминать мальчику, ой, какие у тебя приятные каплоухие уши. Не надо напоминать девочке, ты у меня такая рыженькая, как солнышко, она пытается убрать веснушку. А еще вот это вот, типа, ой, у тебя такие усики уже, мужчина и будешь. Да, да. Блин, и тут мой Спартак все время рыдает, когда ему это говорят. Вот таким образом, в общем-то, детей загоняют в комплексы, в низкую самооценку, которую потом, ох, как сложно поднять. Следующий, комплекс неполноценностей по учебе. Вот здесь очень важно, потому что помимо внешности есть еще и самоидентификация, личность. В 11 лет с 9 до 11 закладывается структура личности. То, как мы учимся, то, как воспринимают нас, учителя, чрезвычайно важно. Если учителя говорит, там, болтус идиота, ты там вообще даже, то есть, а ты середнячок, сиди там на последнем парке. А как узнать, сейчас, допустим, вот в школе... Ребенок скажет, как тебе в школе, комфортно? Его с детства травили не будь ябедой. И он теперь не делится вот на вот эти вот... Хотя я с ним провожу перед сном какие-то диалоги, спрашиваю, солнышко, как там в школе, что... Он старается обходить эту тему, всячески отстраняясь. Я вам сразу, Наташенька, порекомендую. У Роберто Саджиоли, уникального психотерапевта по психосинтезу, есть такая техника разотождествления. Ребенок отдельно, а его способность ябедничать отдельно. То есть проговорить или просто привести пример. Ты знаешь, вот когда-то у нас там в детстве, это тоже в форме игры, был там один парень, так вот нам казалось, что он ябедничает. На самом деле, вот он там буквально своему другу жизнь спас. Тот пошел на озеро, чуть не утонул, а он вовремя сказал. Ябед тоже можно подвести к тому, как им и рассказать что-то, и при этом не впасть в немилость. И вот мы подобрались к возрасту, который конкретно меня интересует больше всего. Это период 11-14 лет. Это сложный возраст. Это возраст, когда весь мир предлагает ребенку взаимодействовать с ним. Но то, какое это будет взаимодействие, насколько это будет комфортное или успешное взаимодействие, зависит, конечно, от многих вещей. К этому возрасту очень важно научить ребенка, потому что он выходит в незнакомый мир, он все равно для него все еще незнаком. В этом возрасте все еще родители должны быть рядом, все еще должно быть надежная привязанность рядом, чтобы ребенок мог рассказать, если вдруг что. Чрезвычайно важно для ребенка иметь зону комфорта. Вот послушайте, для меня вообще, когда говорят, надо выйти из зоны комфорта, для меня главный смысл жизни человека это быть в своей зоне комфорта. Можно иногда выходить для того, чтобы какие-то новые рубежи осваивать, какие-то новые виды деятельности, но зона комфорта необходима, чтобы там отсидеться и подзарядиться. У ребенка в 14 лет должна быть очень узнаваемая зона комфорта. Это что, его комната, его семья? Это то место, где он может подпитаться, почувствовать себя вновь восстановившимся. Иногда это узкий круг друзей, иногда это все-таки семья, иногда это его хобби, иногда это его будущая специальность. Все зависит от того, какой у вас ребенок. Что самое главное в подростковом возрасте? Что должны знать родители? В этом возрасте формируется при позитивном развитии событий самоидентификация. Именно в этом возрасте человек отвечает на вопрос кто я и что я. Самоидентификация это вот ответы на вопросы как я буду жить свою жизнь, что мне надо, кто я, что я чувствую, когда меня ругают, как я понимаю, кем я буду, какие люди мне нравятся, какие не нравятся, когда я себя принимаю, когда я хорош, когда я себя не очень принимаю, что за люди мои родители. И здесь основная ведущая деятельность это взаимодействие с социумом, то есть друзья. если в этом возрасте подросток идет к друзьям, общается с друзьями, игнорируя, может быть, какие-то семейные праздники, не так часто общается с родителями, не бежит к маме или к папе, которые приехали из командировки или еще откуда-то с объятиями, это нормально, потому что его сфера развития, сфера его самосовершенства и, самое главное, идентификации, то есть ребенок отвечает на вопрос, кто я, в кругу друзей, а не в кругу семьи. Семья была до 12 лет. То есть если я прихожу с работы и он не спускается ко мне со второго этажа, это нормально и не нужно говорить «Васпортакт, что они могут спуститься, маму встретить?» Это нормально. Окей, ладно. Это нормально, потому что тут, если ребенок постоянно находится в контакте с мамой, причем он бросает все и испытывает нужду, необходимость бежать и, так сказать, облобызать мамочку, это второй жизненный сценарий или родительский запрет, который называется «Не принадлежи». «Не принадлежи себе». «Ты принадлежишь мне, маменькины сынки». Оттуда. И поэтому огромное количество мужчин, не о присутствующих будет сказано, к сожалению, повторяют вот этот, не повторяют, а живут в этом запрете или в этом жизненном сценарии. Юль, ну вот это именно тот момент, да, правильно? Самоидентификация. Самоидентификация. Вот именно в этот момент мы со Спартаком стали, ну, можно сказать, лучшими друзьями. Да. У нас одинаковое увлечение, там, я занялась мотокроссом. Он мне говорил, «Мам, а ты можешь со мной ездить?» Я сказал, «Господи, мотокросс как мотокросс, скалолазание, мотокросс, дайвинг». Ну, то есть я максимально разделяю его, искренне разделяю. Я себе не заставляю, мне это точно так же интересно. Что-то мне не нравится лицо Мартины при этом. Она такая, типа, «О, я знаю, как ты ныряла дайвинг». Вы знаете? Потому что у меня боязнь под водой. Но я ее переборола. Вот прям совсем недавно мы начали заниматься дайвингом. Конечно, инициатива была «Спартака». И когда, после первого погружения, у меня была паническая атака, я всплыла, я плакала, я говорила, «Нет, я больше не буду, не буду, не буду». Это для меня был огромный шок. Мне сын говорит, «Мам, ты тогда на катер отдыхай, а я с тренером у нас еще полтора часа там под водой». И для меня был большой шок. Во-первых, он от меня произошло, вот это вот дистанцирование. Сепарация, да? «Он без меня не сможет, он без меня не сможет». И тут он говорит, что «Давай ты еще раз со мной попробуешь, я прям верю, что тебе понравится, ты должна увидеть черепаху и акул». И я уже так спокойна, потому что у меня при первом погружении был страх, что случится, если он сейчас, что-то с ним случится. Вот где-то год-полтора я разделяю все его увлечения, и это огромнейший прогресс в наших классных отношениях. Это именно тот возраст с 11 до 14, когда родители из родителей, да, опекунов могут трансформироваться в друзей. В родителей друзей. В родителей друзей, да. Я бы так сказала. То есть родители остаются родителями и становятся друзьями. То есть начинается вот это взаимоуважение. Вы знаете, что здесь главное? Это когда я принимаю тебя таким, какой ты есть, и вижу тебя таким, какой ты есть, а не я вижу тебя таким, каким хочу видеть. И самое главное донести до ребенка в чем смысл жизни. А знаете, в чем смысл жизни? В реализации собственных потребностей и в исполнении собственных мечтаний, собственных желаний. Если вам понравилась эта серия, а я уверена, она вам больше, чем понравилась и была полезной, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и напишите в комментариях, какие темы вы бы хотели, чтобы мы еще обсудили с Юлей. И я себе уже отметила. Депрессия, детская депрессия, взрослая депрессия, как ее определить? Относительно детей и подростков, конечно, хотелось бы еще разобрать гендерную... Идентификацию. Да, гендерную идентификацию. Как ребенок или как подросток чувствовать свой гендер? Как его вообще надо понимать и чувствовать? Хорошо, вот, это очень актуальная тема, вот у нас есть, но я с удовольствием почитаю ваши комментарии. В этой серии, мне кажется, это просто... Я поставила сегодня рекорд по молчанию. Ну, потому что я сказала да два раза, по-моему, или три, да. Ну, то есть, так мало я еще не разговаривала, потому что эта серия была невероятно полезна для меня. Я вас всех целую, мы с вами увидимся через неделю. Всего хорошего, дорогие друзья. Я была очень рада увидеть Наташа вас, Мартина вас. Всем спасибо большое, до новых встреч. Вы фантастическая, Юля. Спасибо. Ну, просто фантастика, фантастика, фантастика. Спасибо, Наташа. Оу, я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...